Хейшки, ребятки, с вами Лекс. Мы сегодня займемся с вами кое-чем интересным, ребят. И это у нас программа под названием Pix2Pix, в которой как раз-таки благодаря нейросети мы будем рисовать. И все это будет проецироваться, как вы видите, на правом экранчике. Все, что мы нарисуем, будет как-то благодаря нейросети обрисовываться вот такое вот красивое изображение. Ладно, давайте попробуем, давайте сразу же на этом чуваке попробуем что-нибудь изменить. К примеру, здесь нарисуем, не знаю, вот такую вот фигню. Что произойдет, интересно? Мы делаем зомби из этого чувака. Мы делаем зомби. Также, если удалить ему глаз, к примеру, то этот чувак окажется без глаза уже в итоге. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ой, что с тобой? Господи. Окей, давайте так сделаем. То есть, видите, один глаз остался, второй глаз исчез. Сейчас прикольная тема, давайте начнем. Первый, кого я хочу нарисовать, ребят, это Батхит. Не знаю почему, но мне очень сильно хочется его нарисовать. Так, рисуется он довольно-таки просто, наверное. Если можно назвать это простым. Вот так вот. Оп, хорошо. Я не знаю, как это все будет воспринято программой. Но в любом случае, мы рисуем, ребят, Батхита. Это персонаж мультипликации под названием Бивис и Батхит. Один из главных персонажей. Я знаю, что он получится непохожим. Но в любом случае, только рот мы ему открывать не будем, ребят. Потому что, если мы откроем рот, получится так, что... Он даже не похож на Батхита. Ну, в любом случае. Ладно, без разницы. Так, окей. Ну, хоть как-то, я не знаю. Мне даже просто интересно, будет ли вот эта вот фигня вся... ...работать. Так. Рисуем волосы. Рисуем ухо. И, разумеется, уже само... ...само тело. Все. Вот такой вот Батхит. В принципе, все, что нужно ему, я добавил. Разумеется, если я бы добавил рот, здесь рот, ребят, никак нельзя поставить. То есть... ...у него вообще в оригинале открытый рот. Ну, давайте так. О, мой бог! Просто! Что-то такое, господи! Не, на самом деле круто. Вы посмотрите, на самом деле получилось. Офигеть! Блин! Давайте тогда нарисуем... Блин, а что можно добавить, чтобы изменить? В принципе, нос вроде бы похож. Глаза тоже есть. Рот и подбородок даже, и уши. Все есть, ребят. Все действительно идеально. Даже можно найти, что сделать. Не знаю. Попробовать вот так вот. Здесь типа футболку сделать. Будет ли она вот так вырисовываться? Да! Офигеть! Только у него получилась футболка больше Бивиса, чем Батхида. У него голубая, потому что... Ладно, давайте перейдем к Бивису. Я тоже его хочу попробовать. Так. В принципе, его немножко посложнее, как мне кажется, рисовать. Но в любом случае, думаю, мы с вами справимся. Так. Нос. Нос у него, видите, прямо на краю находится. Так. Да вроде что-то похожее, ребят. Вроде что-то похожее получается. Главное, чтобы... Получилось все-таки. Блин! Похоже, похоже, ребят. Опять-таки, я буду нарисовать его... С закрытым ртом. Потому что открытый рот не воспринимается. Так. Блин, похож! Господи! Похож-похож. Так. И разумеется, делаем ему лоб. И здесь у него уже начинается прическа. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все соединяется. Блин, господи! Такого похожего Бивиса я не думал то, что я нарисую. Офигеть. Мне даже интересно, как он получится. Но мне кажется, ничего не получится. Потому что... Хотя, ладно, посмотрим. Здесь рисуем ухо. Здесь пририсовываем уже это. И уже, получается, у нас будут сейчас сама... Сами волосы. Иди. Так. Во! Идеально, идеально просто. И, разумеется, шея. Футболка. И вот так вот. Ну что, смотрим? Господи, я даже не знаю, что из этого получится. Блин! Не, на самом деле круто, ребята. Очень круто. Не знаю, почему только волосы не хотят до конца у него идти. Давайте вот так попробуем закрасить. Может быть, что-то получится из этого. То есть, чтобы понимала программа, что это все волосы. Это все волосы. Надо закрашивать их. Да! Да, получается. Это тоже волосы. Будь добр, тоже закрась. Офигеть. На самом деле, очень круто. Вот так бы выглядел Бивис в реальной жизни. В принципе, как и Батхит, которого мы только что рисовали. Очень круто, ребят. Так, давайте теперь попробуем нарисовать известного персонажа, думаю, всем. Это Рик Санчес из мультфильма... Как же он называется? Рик и Морти, разумеется. Конечно же, Рик и Морти. Давайте попробуем. Я уже уверен, что глаза у него будут не такие. Ну, то есть, не получится. Но, в любом случае, хоть что-то. Так, ладно. То есть, даже если глаза получатся, я к этому веду, то нейросеть их не распознает как глаза. Скорее всего. Так. Окей. Первый глаз готов. Немножко, ребят, коряво буду рисовать. Но, в любом случае, рисую Рика Санчеса. Господи, как это тяжело на самом-то деле. Оп. Хорошо. Нос у него висячий. Вот такое вот, что-то похожее. Так, окей. Раз. Два. Блин, как бы так сделать-то? Разумеется, рот. Вот так вот это все делается. И, в принципе... Не, 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 не. Давайте все-таки сделаем вот так вот. Это что такое сейчас было? Вот. Вот так вот. И здесь делаем вот так вот. А, не, 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 не. Все правильно, в принципе, было. Оп. Здесь все-таки надо будет вот эту линию ударить. Ну, в принципе, неплохо получается. Я думаю, будет похож в итоге. Так, окей. Делаем вот такую вот фигню. Загагулину. Здесь идет ухо. И, в принципе, вот наш Рик Санчес. Только осталось волосы нарисовать. А, не, еще бровь. Монобровь. Как я мог про монобровь-то забыть? Господи, ты боже мой. Вот. Вот. Монобровь. Так, и, разумеется, второе ухо. Я не знаю, как бы второе ухо нарисовать. Давайте возьмем пластик. Пластиком зарисуем вот эту вот фигнюху. Берем, опять-таки, вот эту фигню. И рисуем второе ухо. Ну, в принципе, неплохо. Все, осталось лишь, разумеется, шея. Здесь уже кофта. И вот так вот она будет. А-а. Все. Идеально просто. Вы посмотрите, какой Рик Санчес получился. Ну, да, разумеется, без волос. Лысый Рик Санчес. Окей, просто делаем так. Не знаю, правильно рисую, неправильно его волосы. Но, в любом случае, вот так вот будет. Не, в принципе, идеально. Идеально, по-моему. Я не знаю, как лучше нарисовать Рико Санчеса. Все. Ну что, нажимаем? Глядим. Что ты такое? Что ты такое? Господи ты, боже мой. Давайте, ладно, попробуем взять ластик. Вот эту фигню стереть. Она должна тогда, получается... Давайте процесс сразу нажмем. Нет, не работает. Что такое? Почему? Не хочет Рик Санчес существовать в реальном мире. Он хочет быть только нарисованным. Господи. Ладно, давайте попробуем зарисовать его. Волосы. Чтобы, опять-таки, программа поняла, что это волосы. А не что-то другое. Так. Оп. Оп. И, разумеется, монобров его тоже надо зарисовать. Вот так вот. Ну что? Да господи, не получается, ребят. Он не воспринимает, где глаза, где волосы и где все остальное. Эта программа. Жаль, жаль. Потому что вот именно этот персонаж был бы очень прикольно. Посмотреть, как он бы выглядел в реальности. Ну, разумеется, у него волос-то другого цвета. У него голубые. Но, видите, программа сразу делает их черными. К сожалению. Вот максимум, ребят, что я смог сделать с этим Риком Санчесом. Ничего не получается. Ну, в принципе, что-то похожее есть. Но все равно мало. Хочется большего. Ладно, переходим к следующему. Сейчас буду рисовать, ребят, персонажа из мультфильма Gravity Falls. Главного персонажа. Я думаю, вы сразу поймете, кто это будет. Главное просто нарисовать некоторые детали, которые тяжело нарисовать. Но я сразу могу сказать, что он не получится. Почему? Потому что у него на голове кепка. Я думаю, вы уже поняли, о ком идет речь. Поэтому это немножко проблематично будет. Так. Неправильно уже. Здесь наоборот надо. Первый вот здесь вот начинается у него. Ээээ, какой-то некрасивый получился. Оп. Ну, в принципе, что-то похожее. Так. И большие такие гигантские зрачки по сравнению с другими персонажами. Окей, хорошо. Ну, в принципе, более-менее уже получается. Как я вижу. Делаем так. И теперь рисуем, разумеется, уже дальше. Все остальную форму лица. Ой, господи. Ты слишком жирный получаешься. Так. В принципе, хорошо. Толстый получился. Ну, ладно, в принципе, не проблема. Думаю, все равно будет понятно, кто это такой. Так, рисуем, разумеется. Оп. Оп. Не похоже уже. Ну, в любом случае, ребята, я уже не буду что-то исправлять. Эээ. Просто по-быстрому дорисуем. Господи, как это сложно на самом деле. Так. Вот такая вот фигня у него. Нормально. Нормально. И, разумеется, я забыл про бровь. Так. Бровь, 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 бровь. Вот здесь вот у него бровь. Почему-то одна. Видимо, вторая должна под кепкой скрываться. Но, видите, я... А давайте вторую нарисуем. Почему бы и нет. Окей. Я неправильно нарисовал немножко. Но, в любом случае, похоже. Похоже, я считаю. Так. Господи, почему так долго все это рисуется? Почему? Так. Здесь у него уже идет кепка. И здесь уже идет... Господи. Так. Вроде что-то похожее вот... До сюда как-то. Идет. Ладно, без разницы. Все равно кепка там уже не обрисовывается. Господи. Зачем я занимаюсь этими кепками? Здесь рисуем елочку. Что-то такое просто. Что-то такое. Уже неправильно получается. Но, в принципе, ребят, там все равно кепки не отображаются. Здесь уже можно рисовать вот так вот. Все. Что же получится у нас после этого? Господи. Лучше бы я этого не делал. Господи. Не знаю, может быть, просто убрать кепку. Давайте попробуем. Давайте без кепки попробуем рисовать. То есть берем эластик. Стираем всю эту вот фигню. Действительно волосами попробуем все это сделать. То есть волосы, в принципе, понятно, какая у него форма. Что-то типа такого. Так. Ну все. В принципе, идеальный диппер без кепки. Я лучше не могу нарисовать. У него никаких на ушах нету. То есть уши чисто вот такие. Как я нарисовал. Давайте нарисуем. Ну, так вот сделаем. Типа он будет у нас... Может, в такой вот кофте. Не как обычно у него. А именно в такой. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Господи. Да ладно. Но он какой-то слишком взрослый, слишком старый получается. Но в любом случае круто. Опять-таки можно опять зарисовать вот эту всю фигню, ребят. Что-то типа того. Ну, давайте посмотрим, что теперь будет выглядеть. Ну, в принципе, более-менее теперь волосы у него как-то очертания имеют. Господи, ну это круто. Это круто, что есть такая возможность, ребят, нарисовать какого-то персонажа. И увидеть, как он будет немножко приближенно выглядеть в реальности. Весело. Рисую, ребят, последнего персонажа. Этот персонаж 100%, могу сказать, будет не похож. Будет не похож уже в полной версии. В текстурной версии. Так что давайте попробуем. Я думаю, все уже знают. Если вы знаете предыдущего персонажа, знали, значит, и этого тоже знаете. Тик. Ну, все, в принципе. Одна часть уже готова. Я думаю, понятно, что это будет. Если вы шарите, то вы поймете. Окей. Первая часть готова. Хорошечно. Давайте дальше. Но, блин, я не знаю, как это все будет соединяться в итоге. Тик. 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 Хорошечно. Вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И галстучек, разумеется. В принципе, можно даже вот такие вот сечения сделать, как у него в оригинале были. Как у пирамид. Но я не думаю, что это будет правильно. Будет уже не так выглядеть. Хотя, в итоге-то все равно будет выглядеть и так. Что-то говорить. Тик. 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 И тик. Все, закрашиваем этот галстук. Я не знаю, стоит ли добавлять руки и ноги. Но в любом случае, ребят, вы сейчас увидите какую-то жесть. Я вас сразу предупреждаю. Вы увидите жесть. Вы не увидите билла сайфера, как вы хотите увидеть. Вы увидите какое-то непонятное существо, типа, которое будет просить, убейте меня. Убейте меня, пожалуйста. Просто избавьте меня от страданий. Окей. Ну, в принципе, можно и руки нарисовать. Ладно, давайте так сделаем. Господи. Ну, в принципе, верхнюю часть он взял. И нижнюю часть он взял. Ладно, давайте еще ноги прерисуем. У него не такие. У него вот такие вот. Оп. Хорошечно. Конечно же, видите, все коряво делаю, потому что хочу побыстрее. И, разумеется, хочу, чтобы... Все еще заполнялось. То есть, видите, заполнять приходится именно... Внутри. Внутри этот объект, который нарисовал. Потому что, если я не заполню его, то он не будет черным. Это сто процентов. Хотя и сейчас он тоже черным не будет, потому что внизу, видите, там какой-то цвет... Там какой-то... Цвет майки. И, разумеется, сами руки ему можно поставить. Тик. Все, супер. Первая рука есть. Вторая рука на подходе. Окей. Раз. Два. Трис. Хорошечно. Все, супер, ребят. Идеальный Билл Сайфер. Почти. Почти идеальный. Ну, не, на самом деле... Диппер получился намного круче. Ладно, смотрим, что получится. Господи. А почему глаза-то у тебя нету? Это же глаз. Почему ты не хочешь воспринимать это как глаз? Где мой глаз? Где мой глаз? Сейчас Диппер... Ой, господи. Билл. Рассердится и... Произойдет что-то ужасное. Просто произойдет что-то мега ужасное. Ладно, ребят, я на этом закончу. Не получается у нас Билл. В принципе, здесь нужно рисовать именно людей. Люди более-менее получаются. К примеру, давайте еще кому-нибудь нарисуем. К примеру, вот такого чувачка нарисуем. Здесь глаз. Здесь глаз. Здесь глаз. Здесь рот. Здесь волосы. Здесь ухо. Здесь шея. Здесь сам уже костюм. Все. По сути, должен получиться. Ну, как бы так сказать. Ну, более-менее. Ладно. Вот вам человек. Красивый. Красивый. Вот, в общем-то, вся эта программа. Как она работает на нейросеть. Прикольно. То есть, она берет определенный результат. То есть, начальную картинку. Как вы видели в самом начале. И в итоге, эта картинка превращается, видите, во что. Господи, это круто. Надеюсь, вам понравилось видео. Если да, обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях. Не забываем, кто из паблик контакте. Ссылка в описании и в шапке канала. С вами был Лекс. Это была игра. Ну, или программа Pix2Pix. Спасибо за просмотр. И всем добра.